здравствуйте на канале тонн тв программа разбор полетов я веду сегодня веду и я михаил горин со мной студии мой коллега журналист радио река связи лбер здравствуйте здравствуйте какой прощальный подарок приготовит под занавесового президента барак обама для израиля и палестинской автономии об этом в частности идет речь статье которая была опубликована в газете нью-йорк таймс ее автор лара фридман утверждает что обама настолько разочарован ходом мирного процесса что готов на очень серьезные шаги одним из этих серьезных шагов автор публикации считает следующий что если вдруг под занавес его президентство на в совете безопасно совет безопасности будет вынесен на голосование вопрос о создании двух государств для двух народов то сша а точнее будем говорить обама белый дом отступит от своего права правило обычно выносить вето на подобные решения и может проголосовать за насколько на ваш взгляд фантастичен подобный вариант развития событий я очень даже верю в такой сценарий дело в том что то что происходит сегодня в америке под руководством барака обамы если бы я был американцем то у меня просто волк с дыбом стали я бы чувствовал стыд и позор вот эта знаменитая сцена как обама хотел обняться с кастро и кастро очень ловко увернулся но на самом деле реально обама был унижен и это очень показательно обама социалист никогда этого не скрывал нельзя осуждать социалиста за то что он продвигает социалистический закон но это ладно но оказалось что он социалист довольно радикальных взглядов и кастро как и че гевара наверно это для него культурные персонажи это для него айкон это для него калт это для него пример для подражания как для идеологического социалиста а кстати в его политике очень многие решения были продиктованы идеологически и вот эта реформа здравоохранения. Очень многие вещи были продиктованы идеологически. И я, опять же, не хочу его обвинять в том, что он социалист, он этого не скрывал. И американцы за это проголосовали. Это было в его предвыборных программах. И американцы за это проголосовали. Совершенно верно. Причем дважды. Он никого не обманул. Значит, Америка захотела социализма. Реально, сегодня Америка уже 8 лет не может выйти из кризиса. И тянет за собой весь мир, фактически. Америка это локомотив мировой экономики. Реально, сегодня американцы живут намного хуже, чем жили раньше. И они это чувствуют. И они почему-то это никак не связывают с Обамой. Они захотели социализма. Они получили социализм со всем набором, с которым обычно он приходит. Извините меня, я просто так отношусь к социализму. Я первые 20 чем-то лет своей жизни жил в социалистической стране и больше не хочу. Так вот. Логическим завершением всего всех вот этих 8 лет, включая отмену санкций против Ирана, будет введение санкций против Израиля. Это логично. Теперь в Совете Безопасности ООН Соединенные Штаты Америки впервые проголосовали сами против себя. Когда Куба вынесла резолюцию, осуждающую США за то, что США столько лет держали Кубу в блокаде и вводили против нее санкции, Соединенные Штаты Америки в Совете Безопасности проголосовали за эту резолюцию. То есть, они проголосовали сами за осуждение себя. Понятно, что здесь есть некие взаимоотношения с одной стороны между Госдепартаментом, который является, скажем, Министерством иностранных дел Америки, с другой стороны, там, президентом, может быть, там, корпусом, дипломатическим корпусом, который работает в ООН. Понятно, что здесь была какая-то игра. Но сам факт. После того, как Соединенные Штаты Америки проголосовали за резолюцию против самих себя. То есть, они опозорились на международном уровне. Они проголосовали за резолюцию ООН, осуждающую Соединенные Штаты Америки. Я думаю, что Линкольн и Рузвельт перевернулись в гробу в этот момент. Дальше он продолжает идти по пути позора. Поэтому сказать в этой ситуации, что он не предаст Израилю, невозможно. Это было бы, это очень даже реальная угроза. Причем, вы, господин ведущий, говорите, если палестинцы подадут. Они подают это каждый год. В сентябре начинается очередная сессия. Собирается Генеральная Ассамблея. Они подают это на Совет Безопасности. Совет Безопасности это заворачивает. Они выносят это на Генеральную Ассамблею. Генеральная Ассамблея это с дорогой душой принимает. Потому что у палестинцев там автоматическое большинство. Это арабы, мусульмане и европейские социалисты. Они составляют большинство. Те европейские страны, где правят социалисты, где правят идеологические братья Обамы, например, Швеция. Сейчас делегация из Швеции находится в Израиле, парламентарии, которые говорят на эту Вильстром, Маргот Вильстром, наш министр не обращает внимания, она совершенно повернутая социалистка, поэтому она потерял, тяжелый случай, потерянный случай совершенно, и никакой надежды, что она изменится, просто не обращать на нее внимания, мы в Швеции тоже уже на нее внимания не обращаем. В Генеральной Ассамблее у них есть автоматическое большинство, правда, решение Генеральной Ассамблеи не обязательное. Не обязательно. Это нечто декларативное. В отличие от решения Совета Безопасности. Совершенно верно. А вот здесь уже будет большой скандал, и поэтому я считаю, что нам надо загодя договориться, но с Францией, видимо, не получится, потому что Олан тоже социалист. Но, например, с Англией договориться, с Великобританией договориться вполне реально, что если американцы не применят вето, то вето может наложить Дэвид Кэмерон, потому что последние шаги Кэмерона, они очень даже произраильские, в частности, в Великобритании законодательным образом были запрещены любые попытки бойкота Израиля, причем это предполагает даже уголовное преследование. И последние шаги Британии очень даже произраильские, поэтому я думаю, что надо нашим дипломатам завести такие разговоры с правительством Великобритании, что в случае, если будет прокол, потому что больше нам пока в Совете Безопасности не на кого рассчитывать. Есть еще Россия, с которой у нас складываются непонятные отношения в последнее время. Вряд ли, потому что Путин совсем недавно заявил, что надо создавать палестинское государство в границе 67-го года, в чем я так понимаю, что это его безоговорочная позиция, его безоговорочная позиция. Ну, сегодняшняя Россия, продолжатель всех внешнеполитических принципов бывшего Советского Союза, вернулись к тем же союзникам, к тем же врагам, к той же холодной войне, поэтому нет смысла ожидать каких-то кардинальных изменений. Они будут держаться за Асада, они будут держаться за страны социалистической ориентации. Ирак, Ливия, ну они уже давно не социалистическая ориентация, но вот те традиционные страны, которые в советские времена были союзниками, те же страны будут союзниками и сегодня, и вряд ли изменится их ближневосточная концепция. Такой вопрос. Резолюция, которая, как предполагают, могут быть поставлены на голосование в Совете Безопасности, базируется на принципе двух государств для двух народов. Но Израилю тут и возражать вроде бы нечего. Это был основополагающий принцип, с которым в свое время выступил наш премьер-министр в знаменитой так называемой Бар-Иландской речи, и от которой он не отказывался после выборов недавних. Что же мы можем здесь заявить против? Голосование в Совете Безопасности оно будет означать нечто другое. Оно будет означать признание палестинского государства. Обратите внимание, палестинцы уже очень давно не хотят вести с Израилем переговоры. Они любой ценой от этих переговоров убегают. Во-первых, им такая ситуация выгодна для того, чтобы, как говорят на русском новоязи, пилить бабло. Это у них очень хорошо получается. Если посчитать, сколько денег было влито в эту крошечную палестинскую автономию, то, наверное, можно было взять такое государство, как Украина, и довести его до уровня Германии на эти деньги. Но неважно, это так, к слову. Палестинцы уже давно перешли в плоскость прав человека. То есть они говорят, что дело не в конфликте, дело не в политическом конфликте, не в религиозном конфликте. Дело в том, что нарушаются наши права. Неважно, какой статус у этих территорий. Мы требуем, чтобы признали наши права человека как право человека в нормальной демократической стране. У них не было никогда никаких прав ни в Иордании, ни в Египте, ни в одной арабской стране, где живут палестинские беженцы. У них нет никаких прав. Им запрещается владеть землей, им запрещается покупать недвижимость. Для них закрыты определенные сферы деятельности профессиональные и так далее. То есть они живут у своих братьев-арабов, они живут в состоянии полного отсутствия каких-либо прав. Но здесь они требуют. Мы требуем права человека. Вы хотите эти территории присоединить? Пожалуйста, мы не возражаем. Значит, давайте говорить о том, чтобы мы получили гражданство и равные гражданские права. Мы будем голосовать на выборах, Израиль превратится в двунациональное государство автоматически, демократическим путем. Не хотите вы этого? Значит, два государства. Два государства? Значит, давайте выполняйте наши требования, потому что мы ни на какие компромиссы не пойдем и мы ни от каких требований отступаться не будем. Я вам скажу даже больше, что два государства для двух народов – это неизбежность, потому что арабы отсюда никуда не денутся. И те, кто мечтают о великом Израиле от реки до моря, они, в общем-то, мечтают о том, что мы будем постоянно находиться вот в этой демографической гонке и она будет не в нашу пользу. То есть все время процент будет меняться не в нашу пользу. Вот, собственно говоря, в чем проблема. Я уверен, что если бы не рост радикального ислама, то это государство бы давным-давно уже было создано, потому что мирный процесс уже ведется у нас, дай бог, с 1993 года. Оно бы давно было создано уже. Но параллельно с этим мирным процессом в мире происходит рост радикального ислама. И именно радикальный ислам сорвал мирный процесс, и срывал все попытки какого-то мирного урегулирования. Именно сегодня, опасаясь радикального ислама, к которому я отношу и Хамас, и Хизбалу с Ираном, это все радикальный ислам. Он бывает разных оттенков. Но именно радикальный ислам сорвал все эти попытки, переводя конфликт политический в конфликт религиозный. Сегодня эти палестинские дети, которые с ножами бросаются на евреев, они это делают не в границах 1967 года, они это делают по религиозным соображениям. Они хотят попасть в гурия, испытать райское блаженство, совершить богоугодные поступки. Этот конфликт приобрел религиозный оттенок. Религиозные конфликты неразрешимы, как показывает история. В отличие от политических. И во всяком случае не советую безопасности лезть в это тонкое дело, в Восток дело тонкое, лезть в это тонкое дело своим подавляющим большинством. И уж, конечно, не Обаме в последние дни каденции, когда уже президента называют хромая утка, не Бараку Обаме решить арабо-израильский конфликт. И тем не менее, последний вопрос. Представим себе, что сценарий, который нарисовала автор публикации в New York Times, все-таки свершится. И Обама, да, не наложит вето и практически проголосует за это предложение. И Израиль не сможет себе обеспечить какой-то противовес в лице Франции или кого-то еще, о чем вы говорили. Будет принята такая резолюция. И что? Ну, такая резолюция уже является обязательной для выполнения. И Израилю придется очень серьезно пересмотреть свою политику, потому что иначе мы окажемся в режиме санкции. То, с чего я начал. Логическим завершением двух каденций Обамы будет отмена санкций против Ирана и введение санкций против Израиля. После чего он может свернуть свой молитвенный коврик, как говорит наш коллега, и спокойно передать овальный кабинет Хиллари или Дональду. Не знаю. Но вероятно, что его преемник решит быстренько переиграть ситуацию. Вопрос, насколько это будет реально. Вопрос, насколько это будет реально. Но от этого Израиль может очень и очень серьезно пострадать. Хорошо, будем надеяться, что по этому сценарию не будет снят этот фильм ужасов или фильм-катастрофа, и все будет развиваться по привычному сценарию. Спасибо за этот комментарий. Напомню, что со мной в студии был журналист Радио Рек от Сви Зильбер. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok